В этом видео мы рассмотрим 27 пунктов диагностики заболеваний по лицу. Данный материал информационный, всегда консультируйтесь с врачом. Лицо является зеркалом нашего здоровья и может дать много полезной информации о состоянии нашего организма. Интересный факт из истории. В Древнем Китае никто не имел права прикасаться к императору, так как он считался божеством. Поэтому врач должен был по лицу императора определять его болезни. И если император в какой-то момент просто себя плохо почувствовал, то врача, который это допустил, казнили. Можете себе представить, насколько высоко там была развита эта диагностика. Итак, первое. Опухоли и узлы, бородавки или доброкачественные новообразования могут быть признаком воспалительных процессов, инфекций, аллергических реакций или даже опухолей. Это признаки нарушения тканевой структуры, лимфатической системе, иммунной системе. Могут быть связаны с генетической предрасположенностью. Второе. Посинение лица может быть связано с проблемами дыхательной системы, например, с астмой. Также может быть вызвано употреблением некоторых лекарств, курением, алкоголем, инфекцией или системными заболеваниями. Очень часто встречается у алкоголиков. Третье. Высыпание и сыпь. Появление высыпаний и сыпи на лице может быть связано с различными кожными проблемами, например, акне, экзема, контактный дерматит или аллергическая реакция. Также могут указывать на нарушения в работе сальных желез или воспалительные процессы. Высыпания на лбу говорят о проблемах желудочно-кишечного тракта и о неправильном питании. Отеки век. Могут быть связаны с аллергическими реакциями, нарушениями лимфатической системы, проблемами с почками или сердцем. Также могут указывать на задержку жидкости, воспаление или нарушение об обмене веществ. Пятый. Мешки под глазами. Могут быть признаком аллергии, нарушений лимфатической системы, проблем с почками или сердцем. Могут указывать на задержку жидкости в организме, нарушение кровообращения или воспалительные процессы. Шестое. Темные круги под глазами. Могут быть признаком проблем с сосудами, аллергией, усталости или недостатка сна. Изменение формы и размера глаз. Может быть связано с заболеваниями, такие как глаукома, катаракта или воспалительные процессы. Они могут указывать на изменение внутреннего давления глаза или нарушение структуры глазного яблока. Желтушность. Может быть признаком разных заболеваний, связанных с печенью, желчным пузырем или кровью. Например, гепатит, желчекаменная болезнь или гемелитическая анемия могут вызывать желтушность кожи. Этот признак указывает на проблему в печени или в освобождении избыточного билирубина, что может быть связано с нарушением обмена желчных пигментов. Девятое. Бледность. Может быть связано с различными причинами, например, анемия, снижение количества эритроцитов или нарушение в кровоснабжении. Может указывать на недостаток кислорода в организме. Низкое кровяное давление. Десятое. Изменение цвета языка. Такие, как белый налет, красные пятна или язык желтого оттенка, может быть связано с проблемами пищеварительной системы, грибковыми инфекциями или дефицитом витаминов. Они могут указывать на нарушения в работе органов или дисбаланс микрофлоры. Сухость кожи лица. Может быть связана с дефицитом влаги, аллергическими реакциями, нарушениями в работе сальных желез или снижением функции барьерной защиты кожи. Это может указывать на нарушения в гидротации организма, недостатки витаминов и микроэлементов или воздействие вредных факторов на кожу. Двенадцатый пункт. Шелушение кожи. Может указывать на сиборийный дерматит, сариаз или экзему. Это признак нарушений в работе рогового слоя кожи, обновлений клеток или нарушениях в обмене веществ. Тринадцатый. Угри и прыщи. Появление угрей и прыщей на лице может быть признаком различных проблем, включая акне, гормональные изменения или нарушения в работе сальных желез. Могут указывать на воспалительные процессы в коже или нарушения в выведении жировых выделений. Четырнадцатое. Появление рубцов и растяжек. Может быть акне, травмы или нарушения в образовании коллагена и эластина. Могут указывать на воспалительные процессы, замедленное заживление или нарушения в структуре кожи. Морщины и линии. Появление морщин и линий на лице может быть связано с естественным процессом старения, а также с другими факторами, такими как солнечное излучение, стресс или курение. Могут указывать на снижение коллагена и эластина в коже. Нарушение работе мышц или воздействие окружающей среды. Потеря бровей и ресниц. Может быть признаком аутоиммунных заболеваний или проблем с щитовидной железой. Потеря бровей и ресниц может быть связана с такими заболеваниями, как волчанка, аутоиммунный тереоэдит или аллопеция. Семнадцатый пункт. Воспаление и раздражение кожи в области бровей. Воспаление и раздражение кожи в области бровей и волосистой части лица могут свидетельствовать о сиборейном дерматите или псориазе. Воспаление и раздражение кожи в этой области могут быть вызваны избытком себума, грибковой инфекцией или аутоиммунными реакциями. Восемнадцатый пункт. Покраснение кожи. Появление красных пятен или покраснений на лице может быть связано с различными причинами. Например, хроническое воспаление кожи, аллергические реакции или повышенная чувствительность кожи. Это может свидетельствовать о нарушениях в кровообращении, воспалительных процессах или аллергических реакциях. Красное лицо – это признак людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и предвестник инфаркта. Девятнадцатый. Жирный блеск или сухость кожи. Жирный блеск может быть связан с повышенной работой сальных желез, а сухость кожи может быть связана с дефицитом влаги или нарушениями в работе барьерной защиты кожи. Это признаки нарушений в работе сальных желез, гидротации кожи или воздействия окружающей среды. Двадцатый. Отсутствие выразительности. Недостаток мимических мускулов или асимметрия могут быть признаками неврологических проблем. Например, это может быть связано с параличом лицевого нерва или нейромышечными нарушениями. Эти признаки могут указывать на проблемы в нервной системе или мышцах. Двадцать первый пункт. Появление сосудистой сетки может быть связано с повышенным кровяным давлением, сосудистыми расширениями или повреждениями сосудов. Это может указывать на нарушения в кровообращении или плохое состояние кровеносных сосудов. Двадцать второй. Зуд и покалывание. Может указывать на аллергические реакции, кожные заболевания, неврологические проблемы и новоспалительные процессы. Двадцать третий. Отслоение и пересушивание губ. Может быть связано с недостатком влаги, воздействием вредных факторов или кожными заболеваниями. Указывают на нарушения в увлажнении губ, нарушения в работе сальных желез или воздействия окружающей среды. Двадцать четвертый. Воспаление и опухание губ. Могут указывать на аллергическую реакцию или проблемы со здоровьем полости рта. Могут быть вызваны раздражителями, такими как пища, косметика или лекарства. Они также могут быть признаком стоматита, герпеса или других инфекций полости рта. Двадцать пятый. Герпес. Частое появление герпеса или проблемы с губами могут указывать на ослабленную иммунную систему или вирусную инфекцию. Повторные случаи герпеса на губах могут быть связаны с ослабленной иммунной системой или стрессом. Они также могут быть признаком вирусной инфекции, такой как простой герпес. Двадцать шестой. Изменение цвета губ. Может быть признаком различных проблем, например, указывать на анемию или снижение кровотока. Осинюшность губ. На нарушение в кровообращении. Красноватый оттенок губ может быть признаком аллергической реакции или воспаления. Двадцать седьмой. Покраснение или бледность глазных слизистых. Это может быть связано с аллергическими реакциями, воспалением, снижением кровотока или инфекцией. Также это признаки нарушений в кровообращении. Подпишитесь на наш YouTube канал, поставьте лайк и смотрите наши видео по этой теме. Субтитры создавал DimaTorzok